Газета Zeit вышла на этой неделе, у них заголовок, что 2 миллиона немцев не знают, мужчины или женщины. Я, честно говоря, не верю своим глазам, признал это Альфреду. Думаю, вы мне можете объяснить, как человек, который еще недавно... Тут в России, думаете, тоже 2 миллиона не знают, кто они, мужчины? Ну, у меня есть что делать. Я, когда вы мне прислали эту статью, я ее посмотрел и вспомнил роман Герберта Уэллса «Машина времени». Да, да, да. Вы помните, когда человечество в будущем разделилось на два подвида? Одни ушли под землю и там копали какие-то полезные ископаемые, из-под земли почти не появлялись. Другие на поверхности такие прыгали, такие бесполые существа, такие милые, изящные, очень худенькие, физические, неразвитые и очень веселенькие, как мотыльки. Это Герберт Уэллс, это не я. И поэтому, собственно, прогноз Уэллса о том, как будет, скажем так, благополучная часть человечества жить, она, в общем, на немцах хорошо реализовывается. То есть, вы надеетесь, что число этого будет расти? Да, мы, кстати говоря, вот эти вот самые люди, которые жили в пещерах, их марлоки, по-моему, называют. Да, они иногда вылезали из этих пещер, хватали кого-нибудь из этих людей, которые жили на поверхности, и утаскивали их в пещерах, там, съедали или еще что-то. Но, поскольку убыль этих людей сверху была такая незаметная, что люди, которые наверху, они были настолько легкомысленны, что даже и не предполагали бороться с этим. Ну, заберут 5-10 человек в месяц, ничего страшного. Там поубили Литвиненко и пару людей в Лондоне. Да, главное, что у нас здесь хорошо, да, и все замечательно. Это Гербер Туэллс. Что на этой неделе же были эти большие разоблачения, что 14 человек якобы были убиты в Англии в связи с делом Литвиненко. Ну, это хорошая жертва за покой. И английские органы сделали вроде все, чтобы это скрывать. Это очень интересно. Вот это вот ответ на ваш вопрос, почему немцы, 2 миллиона немцев не знают, какого они пола. Это потому что люди будущего уже. А откуда это идет? Это уже воспитание, что стараются их там с детства, чтобы, не дай бог, никакие там... Да, это гипертрофированная политкорректность. Стирание гендерных различий, попытка не обратить на них внимания. Внедрение в мысль мужчины, что некая демонстрация мужских качеств это плохо. И так далее, и так далее. И, соответственно, женственность и так далее. Она тоже плохая. Идет слияние какое-то такое полов. Ну, я об этом говорил. Я вот тут недавно ездил в Танзанию, был в Серенгете. А там еще настоящие мужики? Нет, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что там вот есть два вида хищников, которые конкурируют между собой в Саванне. Это львы... Среди политиков или... Львы и гиены. Нет, это среди животных. Львы и гиены. И там... Львы, там гендерные различия, они очень видны. Внешне лев отличается от львицы. И роль в прайде у них разная. Там львица охотится, лев защищает от врагов, и так далее, и так далее. Льву достается большая часть добычи. Он защищается от других львов. Если один львов, пришедший, убивает вожака, то он становится сам вожаком, но тогда он убивает все его потомство. И следующее потомство эти львицы приносят уже этому льву. Ну, короче, там очень сложно организовано. А у гиен, которые являются главными соперниками львов, это тоже очень сильные и очень агрессивные животные. У них половых различий вообще нет. Огромное количество особей, гермафродиты, которые могут быть одновременно и мужчиной, и женщиной. В этом году она понесла и принесла щенят как женщина, как самка, а в следующий год она может быть мужчиной и принести плоды. Да, не так это. Да, у них внешне различить самца и самку практически невозможно. У них и роль одинаковая, и не одинаково участвуют в воспитании потомства, в добывании пищи, в атаке, во всех других вещах. Потому что они на немцев похожи. Вот, и человечество вообще не деградирует, я не знаю, может быть прогрессирует. Может быть прогрессирует, она от львов гиеном идет, да. Но сейчас скажу провокационную вещь. Вот Владимир Владимирович в Кремле сидит утром, открывает там газеты или интернет и видит эту новость, что 2 миллиона немцев не знают мужчины или женщины. Но как-то то, что он приходит к выводу, что там что-то не так, и что это в какой-то форме пикадельства, как он это называет. Но иногда можно понимать, что он к таким выводам приходит. Что я думаю, если это смотрит человек, который... Ну, слушайте, но с точки зрения одного человека упадок, с точки зрения другого, может быть прогрессом. Поэтому, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, с русского ракурса, я думаю, все-таки большинство русских это не совсем поймет. Ну, русский ракурс это всегда архаичный ракурс. Вы поймите, что русские не являются, так сказать, нацией, которая опережающим образом развивается. Поэтому то, что видят они, глядя на Европу, например, это наши затылки, да. Мы уходим далеко вперед. Поэтому их оценка, так сказать, она нас не должна волновать. Это оценка людей, которые плетутся в хвосте прогресса. Ну, я говорю, можно понимать их отношения, что их это запугивает, что это для них сложно. То есть это в какой-то мере понятно. То есть это вызывает, тем более у Путина, который там при любой возможности подчеркивает, какой он значок мужчина. Знаете, когда в Англии пошли первые паровозы, да, и люди начали приезжать в Петербург и рассказывать, что они в Англии катались на паровозах, то в Петербурге всерьез утверждали, что любое движение со скоростью свыше 40 км в час приводит к удушке. Люди просто задохнутся. И поэтому ездить со скоростью больше 40 км в час нельзя. Когда бы побовали. Просто это противоречит физическим законам. Ну, поэтому там людей пугали паровозами, рассказывали, что это, так сказать, ужасно, что это какой-то дьявол сидит там внутри, это вообще дьявольское изобретение, там, огонь, это он из ада и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вы знаете, что в России огромное количество людей были против прививок, они, так сказать, и сейчас, кстати говоря, сейчас началась новая мода в России, что прививки делать не надо, это вредно. Вот, поэтому, ну, слушайте, ну, в России слушать русских аналитиков, как они оценивают ситуацию на Западе, это просто, так сказать, бессмысленно. Ну, может, я тут традиционалист, но мне в этом вопросе более близкие русские подходят, честно вам скажу. Мне тоже, но я считаю, что пали на той пали, что они разные отличаются чем-то. Мне тоже. Не хотелось бы, чтобы из этих двух миллионов стало 60. Мне тоже, но люди, которые, как говорится, в социальном плане придерживаются консервативного концепта, им, естественно, всякое вот такое изменение общества кажется деградацией. Я помню времена, когда моим родителям та музыка, которую я слушал, казалась какофонией и бредом, и что это вообще невозможно слушать. И это, что, вот когда они слушали мои записи, там, Дюпёпол, они говорили, ну, какие еще нужны доказательства того, что нация деградирует? А теперь тоже сами собственными детьми. А теперь, когда я слушаю то, что они слушают, они говорят, ну, послушали бы хотя бы Дюпёпол, но это же как музыка, это же, там мелодия есть. Так что мы видим, как Эйнштейн говорил, все относительно, у нас относительно уже мало времени осталось. Любой человек, придерживающийся консервативных концепций, смотрит на прогресс, как на процесс бесконечной деградации. Но тут еще будем спорить, прогресс это или все-таки соблуждение, но это уже другой вопрос. Это мы с вами не решим, и все, что отличается от нормы, уходит, является автоматически прогрессом. Спасибо.